Что случилось для вас? Это вода, которая была получена в результате применения диоксида хлора Это та же вода после применения диоксида хлора Здесь в концентрации 4 на 1000, здесь в концентрации 1 на 1000 1 грамм на 1000 миллилитров воды Значит, первым мы будем делать посев водопроводной воды Она специально собрана в стерильную посуду Для того, чтобы устранить возможность получения артефакта Из-за использования нечистой посуды Значит, образец воды, взятый в стерильную посуду Для устранения всех побочных негативных условий Мы будем каждый посев воды делать стерильным шприцем Для этого мы делаем забор пробы самой воды Нам фактически нужна одна капля этой воды Возьмем немножко больше Терильно упаковываем наш образец шприцей И, в принципе, нам эта вода сегодня уже больше не нужна И так, сделаем контрольные посевы для достоверности результатов На питательную среду и на одну из пробирок Прежде чем делать посад, мы проводим визуальный анализ качества Самой питательной среды Это образец 1 Мы его так и промаркируем Для того, чтобы не перепутать И так это будет исследование номер 1, исследование номер 2 и исследование номер 3 Проверяем качество самой среды То есть визуально видно Она без наличия патологического роста В процессе это питательные среды, которые находились после очень длительного карантина Для устроения всех нежелательных эффектов И вот в процессе работы Вот можно сказать, что этот образец среды Будет отбракован Потому что здесь видно На седьмом на 5 часов Вот на чашке видно, что здесь есть посторонний рост Но эту чашку мы используем для контроля, например, дезинфицирующих способностей Наших растворов Итак, полученный образец воды Мы легким движением руки будем наносить на среду Но мы будем наносить образец не полностью по всей чашке А мы ее нанесем фрагментарно Все сделаны фрагментарно И будем наблюдать Если появятся посторонние виды роста Откуда будет происходить их рост Или из тех мест, куда была внесена вода Это будет четко видно Или рост пересходил из сухого Или, скажем, неинтактного Интактной поверхности питательной среды Для того, чтобы понять Не попала ли инфекция извне Во время наших манипуляций В дальнейшем мы сделаем еще один контрольный посев Вот на пробил Изучаем ее поверхность То есть видно, что поверхность у нее абсолютно интактна И сейчас произведем ту же манипуляцию При посеве на питательную среду На скошенный агар Эта среда менее информативна Потому что с ней легче работать Более исключена возможность попадания инфекции извне Но она мало информативна в том плане Что вода стекает по этой поверхности Не дат нам того зонарного результата Который на образце с чашкой Итак, первому образцу Это водопроводную воду Мы делаем скрытие самой пробирки Работаем ее края для устранения Попадание внешних факторов Несем это количество Это в размере небольшой Несколько капель Проделаем ту же манипуляцию Работаем края и саму пробку И наш посев воды Будет еще так-то сделано Этот предмет нам больше не нужен И барабашка Вот видно Что некоторое количество воды попало на питательную среду Осталось поставить маркировку Номер 1 И отправляем ее в инкубатор Делаем маркировку Следующий Эксперимент Это будет эксперимент номер 2 Сюда мы будем сеять Воду Или даже не так На посев номер 2 Мы сделаем Исследование наших лабораторных условий Которых проводился посев Итак, первое, что мы делаем Делаем манипуляцию номер 1 Мы как бы будем делать посев На саму среду Но посева делать не будем Итак, делаем ту же самую манипуляцию Вскроем саму среду Сделаем имитацию посева Некоторое время И ее закроем И то же самое мы сделаем Сейчас с этой пробиркой Мы делаем ту же самую манипуляцию Стерилизуем Края пробирки Теперь Некоторое время мы производим Манипуляцию посева Стерилизуем пробирку И закрываем И закрываем этой пробкой Здесь У нас будет анализ Условий, которые делала сопосева Возможно, при Именно этих манипуляциях Инфекция попала На сами среды Это очень важный показатель Я специально его сделал Посредине вот этого эксперимента Потому что в процессе работы с ламинарным шкафом Чем дольше происходит время Работы в ламинарном шкафу Тем более Среда становится Менее чистой Она более загрязняется Поэтому результат Чтобы был Таким более показательным Мы делали его посредине Итак Наш второй образец Образец Проправляем в штатив И делаем Третий эксперимент Сюда мы уже будем делать Наши растворы Которые мы получили В результате растворения Диоксида хлора Итак Для начала мы сделаем Тот же бассейн Но мы сделаем его На питательную среду Которая находится В Собирь Для этого мы Берем Новый Стерильный шприц И производим Все те же манипуляции В той же последовательности Берем сначала пробу Исследовавшего раствора Вот мы взяли Раствор диоксида хлора Мы производим Те же манипуляции Вечный огонь гори Так Вот у нас есть Костер Производим Обработку Нышка Неудобно я взял Мне это мешает Так нужно брать И делаем Ипосредственно Сам Исслед Желательно Так его сделать Чтобы он Не попал По стенках Прокаливаем Пробирку Она довольно таки Нагревается До значительной Температуры И это Продезинфицирует Ту часть пробки Которая находится Внутри пробирки Один пассив сделан Делаем тот же пассив На образец номер 3 Видим Питательная среда Абсолютно чистая Нет никаких Посторонних ростов На питательную среду Номер 3 Мы нанесем Следуемый раствор Очень значительное количество Чашки я поднимать не буду Иначе раствор Будет растекаться По поверхности И этот предмет Нам уже Тоже не нужен И еще будет Очень интересно Таким фактором Узнать Что же будет Происходить В этой емкости Где Раствор И концентрация Диоксида хлора Находится в Сотмашении 1 к 1000 1 к 1000 1 грамм На 1000 мл воды Итак Для этого Мы используем Третий Стерильный шприц И для этого Нам нужна Будет Еще одна Питательная среда Стерильный шприц Стерильный шприц Не совсем Такая Удачная Но Для посева Жидкости Она вполне Будет уместна Главное То Что Постороннего Роста На этой среде Не наблюдается Более качественные Стерильные Я оставлю Все таки На лабораторные Работы По своей цели Для жидкости Если там Есть триходерма Есть там Пенициллин Или еще Что-то другое Ему абсолютно Все равно В каком состоянии Находится Эта среда Он там Верстит Болезня Так Итак Мы берем Стерильный шприц Делаем Пробу Здесь у нас Вот видно Замоченный Ветош Мы даже Возьмем Вот поближе К этому месту Где Я только что Смешал Дву воду То есть Раствор Диоксида хлора И Вот Вот эту пробу Воды Мы сейчас Делаем Посев На Четвертый Образец Сразу Делаем Маркировку Диоксида хлора Попадание Попадание Что это Самый Пъемлемый Способ Тем более На свету Мы можем Контролировать Вносимое Количество Самого Клеточного Материала И чем Оно Менее Чем его Меньше Тем В результате Мы получим Более Чистый Более Мономорфный Мицелий Итак Возьмем Еще одну Вирку И Ортируем Номером Четыре Вот И еще раз Возьмем Колбочка Она не нужна И еще раз Проведем Те же Мегаприятия Сделали Посем Вот Питательная Среда Абсолютно Чистая О том Что Эта Среда Проходила Длительный Период Карантина Свидетельствует Вот это Подсохшее Место На Скошеном Агаре Он уже Просто Здесь Вес Ну Это Ничего Сам Агар У нас Прекрасно Приготовлен И он В Хорошем Состоянии Этот Шпилис Нам уже Не нужен И этот Образец По номерам Четыре Мы Отправляем На свое Место И так Что В дальнейшем Нужно Будет Сделать Обязательно Вот эти Данные Нужно Занести Сейчас В журнал Потому что Памяти Может не Задержаться Где сделано Какой посев Поэтому Нужно Четко Будет Эти Посев Разграничить То есть Это Посев Проб Воды Это Посев Условий В самой Лаборатории Номер 2 Номер 3 Это Посев Диоксида Хлора В концентрации 4 грамма На 1000 Миллилитра И Это Посев Диоксида Хлора Концентрации 1 грамм На 1000 Миллилитра И еще В окончании Сделаем Небольшой Такой Эксперимент Возьмем Проведем Еще Одну Такую Важную Работу Инфекция Нам Лаборатория Абсолютно Не Нужна Мы Проведем Исследование На Воздействие Уже На Саму Патологический Рост Который Находится Вот В этой Чашке Мы Не Зря Это Мероприятие Отнесли На Конец Всего Действия Потому Что Вскрытие Такой Пробирки Чревато Тем Что Споры Вот Этой Патологической Плесени Которая Выросла На Самой Среде Они Могут Попасть В процессе Посевов И Спортить Нам Анализ Поэтому Вскрытие Вот Этой Ядерной Бомбы Мы Будем Делать Уже В самом Конце Когда Сделаны Все Посевы Для Этого Мы Провозначаем Чашку Делаем Эту Чашку Все Делается Предельно Просто Тем Же Обхазом Это Было Б Плохо Здесь Помещать Но Мы Разместили Немножко В Другом Месте Вот Так И Попробуем Нанести Само Створ Непосредственно На Видно Инфекция Копала Не Очень Сильная Поэтому Заняло Только Ограниченное Место Вот Мы Посмотрим Как Будет Развиваться Вот Эти События После Таких Дезинфицирующих Мероприятий Итак Вскрываем Чашку Непосредственно Наносим Раствор На Саму Плесень И Закрываем Итак В результате Мы Обработали Плесень Мы Вот так Даже Их Промоем А Некоторую Часть Вот Этой Чашки Мы Оставим Интактной Для того Чтобы Можно Было Иметь Возможность Понаблюдать Не Попала Или Инфекция Извне Во время Проведения Этого Анализа Таким Образом Можно Сделать Одно Нехитрое Мероприятие На любом Грибоводческом Подприятии Где Выращиваются Грибы Обычно Все бросаются Устранять Проблемы Не Находя Истинной Причины Которая Может Привести К негативным Результатам На Грибоводческих Фермах Одной Из Этих Причин Может Быть Низкое Качество Воды Или Если Этот Анализ Делался Например Полгода Назад Это Не Означает Что За Полгода Что-то Не Изменилось В структуре Этой Воды Или В структуре Подачи Или За Полгода Не Появились Какие-то Патологические Или Специфические Даже Бактерии Которые Есть На Самом Предприятии Они Могли Каким-то Образом Попасть В Сами Фильтры И Там Прекрасно Себе Размножаясь Вы Разносите При Каждом Поливе Который Происходит В Самом Помещении Где Выращиваются Грибы И Таким Образом Можно Очень Долго Устранять Сами Следствия Не Поняв Причины Откуда Растут Ноги У Этой Проблем И Нужно Еще Отметить Такой Что Не Все Возможно Предприятие Или Грибоводы Или Небольшие Грибоводы Имеют Возможность Проведения Такого Рода Анализа Не Всех Есть Практические Анализы Технические Средства Но В наше Время Это Можно Исправить Если Вы отправите Эти Пробы Воды Ваши Вы можете Взять В стерильную Емкость Отправить На Анализ На Бактериологический Анализ Единственная Проблема В том Что Отправляя Этот Анализ Воды Например В сады Пит Станцию Она Сделает Свои Стандартные Какие-то Мероприятия Которые Будут Относиться Вообще К воде Как таковой Посел Уже На Селективные Среды Которые Используются Для Культивации Самих Грибов Это Отдельный Вариант И Если Иметь Ну Хотеть Получить Достоверный Результат Нужно Вот Этот Посел Именно Сделать На Селективные Среды На Которых Выращивается Мицелий Грибов В Принципе В Наше Время Это Все Решить Очень Просто Можно Пробов Воды Отправить В какую-то Лабораторию Например Лабораторию Фанимашунскую Мы Можем Провести Как вам Будет Интересно Официальный Или Конфиденциальный Этот Анализ И Результаты Которые Будут Получены Будут Вам Задокументированы Тем Или Иным Образом Которым Вам Будет Необходимо В Принципе Нас Больше Будут Интересовать Не Какие-то Документальные Данные Нас Просто Будет Интересовать Один Телефонный Звонок Вы Сделали Анализ Что Произошло Через Две Недели Какие Виды Роста Образовались Или Не Образовались Вот И Все Это Более Важно Потому Сам Результат Которого Зависит От Качество Этой Воды То И Самоурожайность И Все Остальное Нас Интересует В этом Моменте Намного Больше Вот Такое Повествование Относительно Применения Диоксида Хлора Его Использования В лабораторных Условиях И так Дальше В дальнейших Публикациях Еще Другие Стороны Применения И Борьбы С болезнями И проблемами Грибоводческих Грибоводческих Мероприятия Всем доброго Время